Разговор по чесноку на радио ЮФМ Добрый вечер, уважаемые сограждане, в эфире программы «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Мы, Ленар Мефтахов и Марина Хакимова, приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. — Каждый из нас, так или иначе, рано или поздно сталкивается с кризисом, с так называемым кризисом личности. В народе чаще всего его называют депрессией, хандрой, сплином. Так что же такое кризис личности и как с ним справиться? — А также, к чему приводит кризис, какие последствия он несет за собой, и как связаны между собой кризисы и фанатизм. Об этом сегодня мы говорим с нашим гостем — доцентом кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, кандидатом психологических наук Светланой Политовой. — Светлана Павловна, скажите, что такое кризис и какие кризисы чаще всего накрывают людей? — Как это ни странно, термин «кризис» был введен в науку возрастными психологами. Лев Семенович Выгодский обратил внимание на то, что развитие человека не идет линейно. Есть некие периоды, которые коренным образом отличаются от того, что мы наблюдаем на протяжении периода, предшествующего этому. И он как раз-таки и обозначил эти периоды как кризисы. Причем он доказал, что кризисы являются неотъемлемой частью развития, поскольку они позволяют перейти с одного этапа на другой, а развитие линейно осуществляться не может. — То есть это скачки такие? — Да, это как раз-таки те скачки, когда резко происходят изменения в личности, и эти скачки сопровождаются негативными проявлениями внешними, такими как, например, трудновоспитуемость ребенка, кажется, что ребенок вдруг резко деградирует, рекресс возникает. — А вот ученые какие-то возраста определили, когда вот эти кризисы обычно происходят? — Да, были определены возрастные кризисы, и это один из видов кризисов как раз-таки, который выделяется. Таких кризисов семь. Первый кризис — это кризис рождения. Жизнь человека начинается с рождения, и, как это ни странно, период рождения не является стабильным периодом, а как раз-таки большим испытанием. — Это, видимо, в плаче проявляется, да, или как-то по-другому? — Ну, симптоматика может быть разной, но суть этого кризиса в том, что ребенок переходит из одного способа жизни в другой, и мы еще не знаем, готов он к другому способу жизни или нет. Вот медицинский кризис развития с медицинской точки зрения. — Но это тоже психологический кризис какой-то для него, да? — Есть кризис рождения, понимаемый медиками, где-то порядка 10 дней, и здесь есть четкие критерии — это возврат ребенком своей первоначальной массы тела. То есть мало кто знает, у кого нет детей, что дети при рождении теряют в весе, но они теряют в весе, и иногда достаточно много, и как раз где-то к 9-10 дню они восстанавливают свой вес при рождении, который у них был. Это считается медиками показателем того, что ребенок может существовать автономно в другом измерении, не в том, который у него был в утробе матери, да? С точки зрения психологов, таким индикатором выступает готовность ребенка воспринимать внешнее окружение взрослых, и это происходит где-то в конец этого периода, где-то месяц, когда у ребенка появляется улыбка в ответ на приход взрослого. Это называется комплексом оживления, и вот получается, что кризис рождения где-то месяц занимает. Психологи, значит, как-то на эмоциях это определяют, на… Потому что… Тут речь идет о эмоциональном состоянии ребенка, да? Речь идет о том, что ребенок готов к взаимодействию со взрослым, а взрослый будет являться единственным источником психического развития для него. Показатель того, что нервная система и психика ребенка к этому готовы, это вот как раз-таки появление комплекса оживления. Это первый кризис. А следующий? Следующий. Поскольку стремительно происходит развитие именно в первые годы жизни, следующий кризис наступает очень быстро, через год. Это кризис первого года, потом кризис трех лет, кризис семи лет, подростковый кризис, кризис среднего возраста и кризис выхода на пенсию. Вот их семь. Кризис среднего возраста – это сколько лет? Ну, это ориентировочно где-то с 33-35 до 40, где-то это может начинаться, продолжительность этого кризиса может быть разной до нескольких лет. А вот вы последний кризис назвали таким пенсионом, то есть он связан с выходом на пенсию, то есть он не связан с возрастом. То есть если человек продолжает работать, его этот кризис не накрывает. Я правильно понимаю? Да, это именно субъективное отражение своей роли в этой жизни, своего местоположения в этой жизни. Кто я? Если человек идентифицирует себя на протяжении последних 40 лет своего трудового стажа, допустим, со специалистом. Ну, не знаю, я главный бухгалтер, я там директор завода. И у него этот статус пропадает, то опять-таки ему приходится решать задачи, а кто я тогда? А вот эти возрастные кризисы, они у мужчин и женщин отличаются или нет? Возрастные кризисы характерны для любого человека, дошедшего до этого возрастного этапа. Более того, его возникновение является индикатором того, что развитие происходит нормально. А вот уже специфика проживания может отличаться там, где уже появилось осознание себя как мужчины, осознание себя как женщины. А вот тогда хотелось бы, наверное, остановиться на двух последних кризисах, потому что то, что касается до подросткового возраста, это, наверное, мама и папа изучают, а собой, как бы у мамы и папы и вообще у взрослых людей, как правило, нет времени заниматься. И кризис многих людей накрывает неожиданно, я так понимаю, это не связано, наверное, с последними какими-то социальными достижениями нашего общества. Наверное, эти кризисы существовали и в Средневековье, и, наверное, в первобытном общинном строе. Давайте начнем, может быть, с кризиса среднего возраста. В чем он проявляется, в чем его причины, я так думаю, вы уже немножко ответили на этот вопрос, и что с ним делать? Ну, кризис середины жизни, поэтому так и называется, что человек для себя в своей субъективной картине происходящего переходит некую грань. И для того, чтобы ему перейти ее, ему придется подвести итоги прожитой половины жизни. Как правило, эти итоги не совпадают с теми планами, которые человек строил, вступая в возраст. Все равно какие-то строил. Но в этом смысле, с вами даже соглашусь, чем меньше было планов, тем легче пройдется кризис среднего возраста. То есть, в любом случае, кем бы человек ни был и чего бы он ни достиг, у него возникает ощущение... Разочарование. Да, разочарование, что было получено не все или не то, что хотелось. То есть, допустим, он будет банкиром, но, там, скажет, я хотел... Стихи писать. Стихи писать, да, вот. И если он пишет стихи, его накрывает, что вот банкир, да, вот был бы я сейчас бы там бы. И момент проживания вот этот, он может растягиваться реально на достаточно продолжительное время. А, кстати, подождите-ка, вот, может быть, прежде чем что делать, хотелось бы понять, а насколько он может растянуться вообще? Вот вы сказали с 33-х там до 40-ка. Я вот слышу... Он может начаться в этом интервале. Да, я... А, он может только начаться. Да. А начаться он может и в 33, и в 40, и в 40... Да. Ну, где-то здесь должен, вот в этой рамке... Где-то в этой рамке, да. Ага. И вот, когда этот кризис происходит, вот, до скольки лет он может длиться? Сколько лет он может продолжаться? Ну, он может продолжиться, кто-то там, не знаю, месяц переживает, кто-то может проживать это и пару лет, и... То есть, все, что касается уже субъективной картины мира, это уже все... А что такое кризис? Это подведение итогов или попытка что-то новое найти для себя? Возрастной кризис — это попытка стать другим с учетом тех накоплений, которые сформировались к данному возрастному периоду. То есть, все, что мы делаем, как это ни странно, подводит нас к кризису очередному. Потому что дальше уже так жить нельзя. Но самая понятная с этой точки зрения — это кризис рождения. То есть, ребенок, он развивается, развивается, развивается. Кризис рождения возникает потому, что ребенок до этого 9 месяцев замечательно развился, и дальше он там уже находиться не может. Но ему было там комфортно и хорошо. Ему было там комфортно и хорошо, но если он продолжит так существовать... Погибнет. Он погибнет, да. И аналогичным образом все происходит со всеми другими кризисами, включая кризис среднего возраста. То есть, человек накапливает, накапливает, накапливает. Он подходит к некой для себя ступени, и ему приходится оглядываться уже назад и делать некие накопления на то, чтобы на следующую ступень наступить. Либо он теряет смысл жизни. Вот это как раз картина переживания этого кризиса. А вот, Марина, у вас какой вопрос был? Что с этим делать? Что с этим делать? Потому что мне всегда интересны рецепты, да, как с этим бороться. И если человек это переживает, мы знаем все примеров очень много, когда в 30, 35, 40 лет вдруг человек кардинально меняет свою жизнь. Вот это как раз вот эти вот... Да, люди, которые вдруг уезжают, банкиры, которые уезжают и сидят в позе лотоса где-то на берегу там и так далее. Это случается как раз вот в этом кризисе среднего возраста. А что делать, если ты не банкир и не можешь сесть в позе лотоса? Как с этим бороться? Главное, что отличает кризисы развития от других кризисов, да, от кризисов травматических, то, что с ними как раз-таки ничего не надо делать. То есть человек должен знать, что в данный момент то, что он переживает, является нормальным. И это пройдет, просто для этого должно быть выдано ему некое время. То есть чем меньше активности в этот момент каких-то специальных усилий осуществляется по отношению к находящемуся в кризисе, тем лучше. Будь то какие-то усилия собственные, да, если человек уже в среднем возрасте, он уже сам, да, себе помогает его пройти. Или если это маленький ребенок со стороны взрослых. То есть для них нужно понимать, что в данный момент, вот в три года ребенок стал таким диким, трудновоспитуемым, падает на пол, бьется головой о пол. Он не потому, что что-то идет не так, а как раз-таки потому, что все идет правильно, и ему нужно помочь просто этот период непростой прожить. Помочь именно наблюдая и не позволяя выйти за грани нормы. Машу голову не разбил. Ну, вы знаете, в любом случае, да, в любом случае все упирается вот в то, что принято психологами называть психологической грамотностью. А если мы возьмем уже тогда наших бабушек и дедушек, да, которые выходят на пенсию, ну, для них, я так понимаю, действительно рушится весь мир, который был, да, и у них за плечами очень... Может разрушиться, да. Да, люди, которые были руководителями, они не хотят расставаться с властью, они начинают, так сказать, в общественных организациях, в религиозных структурах, там еще где-то, и иногда себя ведут очень интересно и странно. И вообще я для себя понял, не дай бог, будучи руководителем, досидеть на должности до 70 лет, потому что... Потом будешь руководить всей семьей. Что можете сказать об этом кризисе и как вот, может быть, помочь людям старшего поколения преодолеть этот кризис? Ну вот, для того, чтобы помочь человеку в возрастном кризисе, нужно понимать, что с ним происходит, с ним происходит нечто нормальное. И повысить, пожалуй, его адаптивные возможности, которые позволят ему быстрее пройти через кризис. Ну вот вы про этот кризис, который говорили, он все-таки связан с тем, что человек уходит на пенсию, да? Ну вот смотрите, человек перешел в другой социальный статус для себя, в своем понимании, да? Не объективно, а в своем понимании он потерял нечто. И ему надо найти себя в том, что у него есть. Это могут быть внуки. То есть я, бабушка, например, может спасать человека от уныния, от всей другой кризисной симптоматики. Переключить внимание, да? Как бы сработать на себе. Нет, не совсем, а именно... Другую задачу найти, да? Другую какую-то идею. Найти другую идею, да, в которой человек будет решать для себя важные задачи. Хорошо. А если человек не вышел на пенсию и продолжает, не дай бог, вот сидеть на руководящей должности, да, вот там до 70, до 80 лет, по-моему, у них тоже бывает какой-то кризис определенный или это немножко другое? Ну, это, наверное, это может быть другое, да. Это может быть не связано с возрастной, с возрастными кризисами. Это может быть связано много с чем, ну, и в том числе возрастные кризисы, это вот семь, да, а есть еще кризисы травматические, которые могут... Ну, вот пока мы до травматических, вот просто сейчас тогда хотелось бы подытожить, да, вот вам не кажется, что когда руководитель очень взрослого, старшего поколения, да, так скажем, взрослый человек ведет себя неадекватно, это связано с тем, что он просто боится уйти и войти в тот кризис, который его ожидает. Это не страх чего-то неизвестного, вот, когда люди просто цепляются за должность, там, придумывая себе какие-то там дополнительные должности, используя эту, чтобы потом соскочить, перескочить с кресла на кресло. Этому есть какое-то объяснение? Ну, так же могут вести себя люди любого возраста, исходя из какой-то другой мотивации. То есть как бы в возрастном вы ничего не видите? Ну, здесь много факторов, которые могут приводить к такому поведению. Я соглашусь с тем, что, да, конечно, боязнь человека не справиться с тем, что его ждет, может быть одним из факторов того, что он ведет себя неадекватно, но причин, может быть, много и других, и это может не быть связано с возрастом. Ясно. Сейчас мы от возраста немножко отойдем в сторону, я так слышала, есть какие-то кризисы, которые связаны с ситуациями, да, с обстоятельствами. Кризисы обстоятельств. Что-то совершенно другое. Что это такое? Да, их еще называют травматическими кризисами или кризисами обстоятельств. Это то, что не является нормой, в том смысле, что не обязательно для прохождения каждым человеком. И по сути, по своей симптоматике, это может быть аналогичное состояние, но причина этого состояния уже будет другой. Какие-то примеры можете привести? Это может быть связано с утратой. Человек может потерять близкого. Человек может потерять работу. Например, вот, кстати, как выше озвученный пример, и человек может не чувствовать в себе достаточно адаптивных возможностей, чтобы с этим справиться. Поэтому он будет делать все, чтобы это не допустить. Возможно, уже находясь в кризисном состоянии, в ожидании того, что может произойти. На самом деле, выделяет четыре причины, почему возникают травматические кризисы. Первая причина, конечно же, это появление какого-то травматического фактора. Но неправильно думать, что это единственный и достаточный фактор. Что значит травматический фактор? Ну, допустим, стихийное бедствие, утрата близкого, потеря работы или резкая смена места жительства даже, необходимость переезда. А вот если женщина стала мамой, это тоже сюда? Это может тоже так же быть, да. То есть это тоже тот фактор, который, ну, опять-таки, это стрессор в его физиологическом смысле. Но нужно еще, чтобы данное событие, данный стрессор воспринимался как опасность человеку. То есть если это воспринимается как опасность, то есть большой риск возникновения кризисного состояния. Третий фактор — это отсутствие адаптивных возможностей для того, чтобы с этим справиться. Ну, например, если человек живет в сейсмически опасной зоне, для него появление каких-то предвестников землетрясения нормально, он знает, что делать повседневно. Ну, Камчатку тоже, например, представим, да, там затрясло у всех уже готовые алгоритмы поведения, в рамках которых поведение разворачивается. И представьте, сейчас у нас здесь начнет что-то качаться, где-то там начнет что-то трещать. Не начнет. Это будет нами... Если случится, да. Да, мы не знаем. Это будет очень неожиданность, наверное, да, вот этот фактор вдруг. Вдруг, потому что у нас нет готовых способов с этим справиться. Это третий фактор. И четвертый фактор, конечно же, это отсутствие поддержки. То есть если человек даже оказался в сложной ситуации, у него что-то случилось, у него нет адаптивных возможностей, он это воспринимает как опасность, но он знает, что есть какая-то зона безопасности, которая всегда его поддерживает. Или кто-то. Или кто-то, да. Потому что, как правило, кризисное состояние возникает там, где все четыре фактора сливаются воедино. И, соответственно, на фоне какого-то события развивается кризисное состояние. А если это еще и с возрастным совпало, это, наверное, вообще беда. Да. Ну, понятно. Детрясение в 35 лет. Приведу пример, как это бывает часто. Это кризис среднего возраста, подростковый кризис у детей, смена работы у человека и... Развод, скажем. Смена школы, развод родителей. То есть, развод как переживание кризиса среднего возраста, вернее, подросткового кризиса семьи. То есть, семьи в своем развитии проходят те же самые стадии, что и... Давайте мы эту тему оставляем. Это интересная тема. Про семью тоже поговорим. Да, и вот это вот все вместе сливается, и вот может быть так, что человек окажется лишен адаптивных возможностей, лишен поддержки. И тогда его переживание, конечно, будет сильнее и острее. А могут кризисы возникнуть ни с чего. Вот у человека все в себе пучком, то есть на работе все хорошо, зарплата вроде. А вот его раз и накрыло, да? То есть, вот... Среднего возраста у него нет. Да. Ну, если не брать медицинский аспект этого возможности, да, который объясняет, что это с ним случилось, то есть, допустим, развитие какого-то психического заболевания. То бывает так, что человек переживает то, что психологи называют экзистенциальными кризисами. Это кризис смерти, это кризис одиночества, вернее, вот эта тема, да, которая... Страха смерти, наверное, да? Именно осмысление что это, да? Осмысление одиночества как состояние, в котором ты находишься, допустим, или можешь оказаться. То есть, экзистенциальный кризис — это отдельная совершенно тема. А вот если у человека появились какие-то проблемы, то есть он чувствует, что его, ну, штормит, да? Так уж говоря, по-народному. Это уже полдела, если он чувствует. Да, ну, может быть, да он не чувствует, но ему говорят, что ты штормит, себя как-то видев странно. А ему стоит идти к психологу, к врачу, там, или как-то это не обязательно? Может быть, с подружкой встретиться, на дискотеку сходить. Это диагноз все-таки или нет? Или вот надо это просто спокойно пережить и как-то... Ну, вот опять-таки, еще раз подчеркну, что кризисное состояние обусловлено четырьмя факторами одновременно. Одним из которых является отсутствие поддержки и отсутствие адаптивных механизмов и готовых алгоритмов поведения. Все это можно приобрести разными способами. Но вариант похода к психологу может быть способом, который ускорит процесс. То есть психолог даст поддержку и поможет найти человеку те ресурсы, которых он в данный момент у себя не знает и не замечает. То есть если у него нет там близких друзей, если он не может поделиться там с семьей, да, то прямая дорога. Нет, как раз-таки бывает так, что человеку кажется, что у него нет близких друзей. И бывает так, что человек выводит из кризиса резко вдруг осознание того, что огромное количество людей находится в том же самом состоянии. Это знаете, как беременных, но вы это не знаете. Беременных резко успокаивает от страха родов осознание того, что... Ты не одна такая. Ты не одна такая, и 6 миллиардов людей, которые живут на планете, они именно таким образом на планете. Но очень часто ведь кажется, даже если существует близкий друг или близкая подруга, вот в состоянии кризиса, думаешь, не поймет. Даже вот знает меня хорошо, мы знакомы 30 лет там или 20 лет. Но теряешь какое-то доверие, да, и думаешь, сама справлюсь. Вот сам человек самостоятельно, без помощи, так скажем, всего... Вы могли бы дать советы людям, которые чувствуют, что у них есть какие-то проблемы внутренние, как себя правильно вот в этой ситуации вести? Как преодолеть вот этот кризис с наименьшими потерями? Ну, я здесь небольшое отступление сделаю, потому что в нашей стране принято считать психологов именно советующей какой-то профессии. А на самом деле психолог — это помощник. И если мы возьмем западную традицию, например, там психологи воспринимаются именно как учителя, как те, кто обучают. Поэтому... Учат жить. Нет, не совсем так. Поэтому западного человека, если вы спросите, ходишь ли ты к психологу, он вам сам об этом скажет обязательно. То есть это как бы показатель того, что он повышает свою квалификацию регулярно. У нас же, если человек идет к психологу, мне сколько раз звонили родственники, знакомые, говорили там вот то-то, то-то, и заканчивался разговор всегда, но только ты никому не рассказывай. Потому что считается, что ты пошел к психологу, потому что тебе чего-то не хватает. И ты там чего-то не можешь, ты сам не справился, и это как признание того, что ты не справился. Свои слабости. Свои слабости, да. Но, еще раз повторю, вы можете, конечно, человек может считать, что поход к психологу — это признак слабости. Это вопрос именно того, насколько быстро ему нужно решить проблему. Если ее нужно действительно быстро решить, то мы ведь идем к специалисту. Причем меня обычно удивляет, почему, если сломался компьютер, есть некоторые, кто добивает его, а потом звонит программисту. Но обычно люди знают, что потом это будет дороже, и они идут сразу это чинить. С психологом аналогичная ситуация, на мой взгляд. То есть есть вещи, которые действительно являются нормальными в психике. Просто нужно человеку сказать, что у тебя не одна рука, а две тоже, и ты можешь и второй тоже пользоваться. И он иногда этого просто… То есть поход к психологу — это поход за знаниями? Это поход, да, за ресурсом. За ресурсом буквально. Если это квалифицированный психолог, то его задача именно раскрыть в человеке тот ресурс, который позволит ему самому справиться с проблемой. Этот ресурс может человеку открыться самому, и, безусловно, психология как… Именно вот такая вот профессия, она возникла относительно недавно. Люди же как-то до этого огромное количество тысячелетий свои проблемы решали без этого. Ну, были священники, может быть, вот с кем они… Психотерапевтические функции все равно на кого-то возлагались, да. То есть какие-то мудрецы всегда находились. Ну, ограниченная все-таки функция, потому что психолог не может быть другом. Друг другие функции выполняют. Нет, ну, мудрец тоже не всегда друг, да. То есть, я думаю, в какой-то деревне сидит там какой-то мудрый бабай, и к нему все ходят за советом. Ну, да, да. За тем же самым, за тем же самым… Потому что у него есть опыт жизненный. То есть он… И даже вот метафоры, да, как они построены, вроде бы, казалось бы, вообще с потолка нечто другое было сказано. А человек вдруг раз и связывает это со своей жизнью, и ему вдруг становится все понятно. Вот для этого. Просто, наверное, может, умному человеку, да, если даже у него нет каких-то специальных знаний, со стороны, наверное, посмотреть на чужую проблему легче, чем увидеть человеку самого себя. Ну, да. Может быть, еще с этим? Поэтому психолог — это зеркало, безусловно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ в студии Ленар Мифтахова и Марина Хакимова. А гостем нашей программы является доцент кафедры религоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Светлана Политова. — Светлана Павловна, а вот если говорить, опять-таки, о выходе из этого кризиса, когда накрыло, все-таки вот у нас в стране принято так решать эту проблему, ну, скажем, самостоятельно, локально, да, в кругу семьи, в кругу друзей, узким коллективом и так далее. Кто-то в загул уходит, люди переключаются на новые интересы, начинают какие-то новые хобби заводить. Сейчас это доходит до фанатизма. Вот говорят, что фанатизм — это реакция человека на кризис. Правда ли это? — Если говорить научным языком, фанатизм — это разновидность аддиктивного поведения. Суть аддиктивного поведения в том, что это уход от реальности, смены восприятия реальности с помощью какого-либо объекта. Иногда это бывает временное состояние. То есть, ну, допустим, человеку не хватает ресурса для разрешения актуального кризиса, в котором он находится, и он дает себе отсрочку. То есть, он уходит из той реальности, в которой он не может разобраться, меняет ее на другую. Поэтому, вот как вы говорите, в загул люди уходят. То есть, в процессе проживания... — А вот кроме загула, какие еще альтернативы есть? Куда еще люди уходят? — Да пойти. Время кризиса. — Слушай, загул — это вот любимая тема... Вот включаешь кино, смотришь, если режиссер хочет показать, что человеку плохо, он должен зайти в кабак и нажраться. Да, да. — Ну, я так думаю, что есть альтернатива. У всех поразованные. — Да. Кроме кабака, вот какие вы нам варианты предлагаете? — Ну, уход — это не решение кризиса, однозначно. То есть, деструктивное поведение, оно может быть разным. В любом случае, разрешение кризиса предполагает, что человек разберется с той ситуацией, в которой он находится. Он не закроет эту страницу жизни, а именно ее проживет, поймет, вынесет из нее уроки. Поэтому кризис — это еще и источник развития. Ну, кстати говоря, модно говорить всегда, что кризис в китайском языке обозначается двумя иероглифами, один из которых означает опасность, а второй — шанс. То есть, это еще и возможные ворота в какую-то новую реальность, да, в новую именно жизненную перспективу. Поэтому взрослые кризисы, кстати говоря, нельзя останавливать и нельзя им мешать, потому что они есть этап взросления человека и становления его как личности. — Упусти свой шанс. — Да, да. — И опасность своя тоже. — А если говорить о деструктивных вариантах, то это всегда уход. Ну, уйти можно в разные, да, ты можно уйти, как это бывает, в какие-то химические варианты, да, химические. И с помощью химии меняют люди свое состояние. — Ну, вы говорите про наркоманию, про алкоголизм и так далее. — Про алкоголь, да, да, да. Ну, кстати говоря, в стрессовом состоянии люди гораздо быстрее становятся алкоголиками, чем в состоянии обычном. Это доказанный факт, потому что другая стрессовая химия. — Ну, слава богу, кстати, да, ведь большинство людей не уходит в этот алкоголизм, потому что тогда бы у нас, наверное, полстраны были бы алкоголиками. — Да, то есть это временное какое-то поведение человека. — А большинство людей все-таки куда уходит? Вот как они эту проблему переживают? — Деструктивно, вот эту конкретно, да. Ну, большинство людей все-таки… — В рыбалку. — Не совсем так. — Большинство людей, даже если им нужно время, да, и они уходят на какое-то время, потом они ресурс подкапливают и возвращаются к решению кризиса. Иначе бы они просто в этом своем состоянии бы оставались. — А если все-таки уходят, да, вот сейчас кризис, да, который приводит к фанатизму, если мы сейчас эту тему пытаемся… — То есть какая-то часть людей уходит навсегда от реальности, я так понимаю. Есть такое? — Ну, в том числе, да. — Вот вы, когда мы с вами до эфира разговаривали, вы такой термин сказали «сверхценные увлечения», да? — Да, это разновидность нехимических зависимостей. В общем-то, все знают, что есть зависимости химические, алкоголизм, наркомании. А есть еще и класс нехимических зависимостей, их специалисты называют «сверхценными увлечениями». Судя по самому термину, это некое увлечение, которое для человека становится суперзначимым. — Коллекционирование вот крышек от пива, это сюда входит? — Это коллекционирование крышек от пива, спичных коробков, всего остального, вязание, вышивание может быть просто увлечением. В тот момент, когда у него появляются симптомы сверхценного увлечения, это становится… — Когда за крышечку ты пойдешь и кого-нибудь там, я не знаю, поранишь, тогда да. — Симптомы как раз-таки именно такие, да? То есть это… — То есть у человека появилось какое-то увлечение, на первый взгляд, нормальное, да? — Да, но он слишком много начинает этому уделять. — Во-первых, обязательно, это утрата чувства контроля времени, которое человек расходует на это увлечение. Это эмоциональное, пристрастное отношение к объекту увлечения. То есть если крышечка пива вдруг будет кем-то названа ничтожным куском металла, и человек бросается и убивает за это, это однозначно сверхценное увлечение, да? И, конечно же, это отсутствие других видов деятельности. То есть по нарастающей человек перестает со временем заниматься чем-то другим, кроме как вот этим. — То есть элементарно зарабатыванием денег на жизнь, я так понимаю. — Да, он может перестать даже обеспечивать свое физиологическое существование, ну вплоть до отказа от времени, он перестает тратить время даже на еду. Те громкие случаи убили подростков, да, да, там за компьютерами, вплоть до вот этого. Поэтому это уже за пределами увлечения. Ну и если увлечения проходят обычно стадии такие волновые, то сверхценные увлечения возникают, по нарастающей развиваются. — А вы не могли бы несколько примеров вот этих сверхценных увлечений назвать? — Это игромания. Это, кстати, нозологическая единица, то есть это диагноз игроманий. Игроманы или гемблинг еще это называется. То есть это люди, которые играют в азартные игры. — В том числе в карты, например. — В том числе в карты. Это казино. Это какие-то разновидности сейчас дистанционные. — А вот шоппинг может быть. — А это может быть сетевой маркетинг? — Опять-таки, если человек тратит много времени на некое занятие, это не обязательно сверхценное увлечение. А вот если он уже кроме этого ничего не замечает, если он готов за это на многое, и в том числе и отказ от социальных связей и так далее, если для него... — Жертвует всем практически. — Практически всем, да, во имя этого, то объект может быть вроде бы даже совершенно безобидным. Он может просто вроде бы коллекционировать монеты или спичные кратки. — Ну вот очень часто во время кризисных состояний люди уходят в религию. Вот что бы вы здесь могли бы сказать? Я, насколько понимаю, человек может быть фанатиком и атеистом, он может быть и фанатиком верующим. И вот каким образом можно различить нормальную религиозность, да, от опасной, может быть, и для самого человека, ну, я уж не буду говорить про общество, а вот для него самого, может ли такое увлечение разрушить личность? — Ну, вы затронули очень актуальную и острую тему. Религиозность как психический феномен — это очень сложное такое явление, которое имеет определенные степени. Но при этом фанатизм с точки зрения психологии вообще неважно, какой объект у зависимости, да, то есть этот объект может быть разным. И как психическое состояние — это однопорядковое явление. То есть объектом фанатизма может быть любой человек, известный или неизвестный, допустим. — То есть музыкант какой-то? — Да, это может быть музыкант, это может быть мальчик из соседнего подъезда, и так же, как фанаты, там, не знаю, Майкла Джексона, спят у него на коврике, да, так же и девочка может спать на коврике у мальчика из соседнего подъезда, и он может как угодно ей объяснять, что вот... — Это просто у человека кризис, всего-то на всего, да? — Это просто вот это состояние, он сейчас находится вот в этом состоянии. Кризис может, мог быть до этого просто в данный момент человек... — А вот эти люди, они могут самостоятельно выйти из этого состояния? А вообще выходят ли? — Ну, поскольку причиной здесь является, на мой взгляд, все-таки отсутствие адаптационных механизмов для разрешения кризиса, со временем эти механизмы человека появляются, и он может самостоятельно пройти обратно всю цепочку и разрешить тот кризис, с которого все состояние начиналось. — То есть человек сам не понимает, что его заставляет спать на коврике у Ивана Ивановича, да? — Такое бывает, но проблема всех зависимостей в отсутствии критики к своему состоянию. То есть, ну, на примере алкоголиков и наркоманов это особенно много разъясняется, с чего начинается группа анонимных алкоголиков. Здравствуйте, я Вася, я алкоголик. Вот для человека выговорить это и признать это, это уже огромный шаг на пути к тому, чтобы что-то менялось. — Но самостоятельный алкоголик никогда в этом не признается, да? — Проблема заключается во многом в том, что пока не будет осознания того, что с этим что-то надо делать, и не будет, соответственно, изменения ситуации в лучшую сторону. — А если вот взять фанатизм и стадность, вот эти два понятия, они взаимосвязаны? То есть человек может быть фанатом, если в объекте его поклонения другие не видят ценности? — Да, он может быть фанатом того, во что другие не верят, и в том числе, если взять примеры религиозных организаций, очень много организаций, в которых, допустим, 50 человек и все. Но там, соответственно, работают другие механизмы, как раз-таки противопоставление. — А вот со стадностью как это связано? — Стадность усиливает. Если мы с вами примерный знаков под этим подразумеваем, то есть стадность, как я ее понимаю, это включение биологических механизмов следования за толпой, поскольку с точки зрения биологических механизмов это максимально адаптивное поведение. То есть если, например, в лесу пожар, звери не разбираются, надо бежать, не надо бежать, они все бегут, потому что потом ты разберешься. И если определенным образом запускается вот эта вот внутренняя программа, а есть определенные технологии, как это запускается, то это будет усиливать те аспекты поведения, которые человеку. А есть ли плюсы у фанатизма? Вот все-таки что-то же должно быть хорошее по всем этом. Ну не бывает так, что вот все очень плохо, и каждый должен это обязательно пережить, чем минимум 7 раз в жизни. — Ну на самом деле с точки зрения опять-таки психологии, психотерапевтической, опыта психотерапевтического, все, что в человеке возникает, оно все зачем-то. Вот если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. И если в психике человека что-то возникает, значит это позволяет человеку решать какие-то задачи. — А вы могли бы ответить на такой вопрос? Почему кто-то занимается коллекционированием спичек и становится фанатом спичек, как Коробков из-под спичек, а кто-то становится, допустим, фанатом Майкла Джексона? То есть в чем причины? Как человек выбирает объект себе для поклонения, как он выбирает себе идола? Как это происходит? — Ну, главная, пожалуй, имеющая право на существование версия, это случайность. Просто вот в данный момент сложилось так, что вот этот объект самый доступный. — Попался. — Почему бы ему не поклоняться? — Почему бы, да. Но аргументом в пользу этого является то, что объекты могут меняться. И это происходит легко, либо добавляться. То есть, например, шопоголики во многом — это люди, которые заменяют таким поведением химическую зависимость. Если и тому много примеров, коллега не из Казанского центра рассказывал однажды, как к нему на прием попала девушка с шопоголизмом. Он адресовал эту девушку к молодому специалисту, и тот взялся лечить шопоголизм. Но вовремя закрыли тему, потому что это была бывшая наркоманка. Если бы ей вылечили шопоголизм, она бы вернулась к той зависимости. И просто для нее произошла смена объекта. Или это бывает часто вместе. Допустим, химическая зависимость и фанатизм спортивный или музыкальный. Это может быть одновременно роботоголизм. И, кстати, нельзя не сказать, в ответе на ваш вопрос, что есть социально одобряемые зависимости. Какие? Например, роботоголизм. Роботоголики. Но это плохо. Вот с точки зрения психологии. Но такие люди движут экономику. Благодаря им что-то происходит все время. Благодаря трудоголикам, роботоголикам. Как мерить, плохо или хорошо? Мне действительно хочется понять, почему это значит, если я коллекционирую спички, спичечные коробки, это плохо? А если я сутками работаю, это хорошо. Я хочу понять. Вот мерило как раз-таки часто не в самом человеке, потому что он не видит ничего плохого в этом. Как только он увидит в этом что-то плохое, начнет это менять. До тех пор, пока человека все устраивает, ему и менять не за что. Вот смотрите, вы сказали в середине нашего разговора очень интересную мысль. То есть исходя из нее, я вот такое для себя делаю. Если человек сутками работает, но от этого он не делает другим плохо, то это хорошо. Понимаете, если я, допустим, сутками заставляю свой коллектив работать, сутками, наверное, это будет уже плохо. Правильно? Потому что... Другим делаю плохо. Другим делаю плохо. Себе плохо, ничего страшного. Да. А если я спичные коробки коплю и готов удушить другого человека за то, что он мне помял один коробочек, ну, наверное, это плохо. А если я, в принципе, никому не мешаю, может быть, в этом тоже нет ничего плохого. Ну, это очень непростой вопрос разделения, что хорошо, что плохо. А что такое хорошо, что такое плохо? Да. С точки зрения психологии это вообще не вопрос. Так вопрос не ставится. То есть человек приходит, говорит, у меня инурез. Да? С точки зрения психологии это не проблема, это факт. Проблема — это если... Вот это мешает жить. Вот тогда это становится проблемой. Хотя мы можем считать, что инурез, ну, как не переживать, да, допустим? Человек, если не переживает, его все устраивает, это не проблема. Точно так же, как алкоголизм, его все устраивает, и у него нет проблемы. Есть проблемы у окружающих, которые пытаются что-то с этим человеком сделать, чтобы у них проблемы не было. Но это уже дополнительные факторы, усиливающие сложности этого состояния. То есть человек убивает себя, скажем, тем, что работает на износ, или тем, что он выпивает? Ну, вот как бы... Работа не такая большая... Нет, вот просто смотри, вот когда человек работает на износ, он же для этого что-то делает общество, а общество у нас эгоист, правильно? Ну, пускай делает дурачок, да, может быть, нам вот это будет лучше. То есть здесь уже вот, как бы, наверное, то есть народ закрывает глаза на его болезнь, сутками работать, да, потому что, ну, вроде как другим не мешает, а от нам, может быть, будет польза. Да, ну, это просто потребительское отношение вот к фанатику. К человеку. К фанатику. Как, кстати, очень часто вот эти вот футбольные клубы потребительские относятся к футбольным фанатам, да, используют их для всяческих рекламных компаний и так далее. Мальчики и подростки. Жалко футбольных фанатов? Нет, ну, они же от этого удовольствие получают. Да, но я вижу, что они люди несвободные. Видно, что футбольные фанаты в большинстве своем, я часто видела, они управляемые. То есть они как солдаты идут, но солдаты... Фанатами легче управлять? Конечно, если у человека ограниченная картина мира, то в рамках этой картины мира можно делать что-то... А может, почему сразу вот ограничена? Может, у нее просто другая реальность? И чем эта реальность хуже, чем в той, в которой мы живем, так называемые нормальные люди? В любом случае, это может быть другая реальность. И вообще все приемы управления начинаются с использованием той реальности, которая цена для человека. Поскольку у каждого человека есть его ценности, каждый человек потенциально управляем этими ценностями. То есть это то, с чего начинается зависимость любого, да? Поэтому, кстати, многие говорят, что мы все зависимы в той или иной степени от чего-то. И поэтому психологи настаивают на том, что нужно говорить все-таки о сверхценном неком состоянии, сверхценном увлечении. Если человек все время на работе заставляет вокруг себя всех работать, это еще не показатель того, что он роботоголик. Вот если он в отсутствии работы вообще не знает, чего делать ему, да? Он может сутками жить на работе, но мечтать, когда же наконец-таки он накопит столько денег, чтобы лежать на пляже и не работать. Это не роботоголизм тогда. Это движение к цели. И это совершенно другое явление. А вот если ему просто отсутствуют другие интересы в жизни, если он готов за свою работу со всеми остальными людьми разругаться и все остальное... Пожертвовать всем? Да, пожертвовать всем. И тогда уже возможно речь идет о том, что это роботоголизм. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ в студии Ленар Мефтахов и Марина Хакимова. Гостем нашей студии является доцент кафедры религоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФО, кандидат психологических наук Светлана Политова. У нас осталось до конца эфира 4 минуты, наверное, поэтому, Марина, последний вопрос. У меня один вопрос. Или хотя бы два. Надо ли спасать фанатиков и как это сделать? Сразу, почему как, а если не надо? Если вот ребенок в семье, скажем, или у меня там брат стал футбольным тем же самым фанатом и так далее, надо ли его спасать и как? Ну, страна у нас свободная. И с точки зрения закона каждый имеет право делать то, что не ущемляет права другого человека. С одной стороны. А с другой стороны, поскольку зависимость связана все-таки с отсутствием осознания самим человеком, что с ним что-то не то, конечно, от того, как себя выстроят окружающие в данной ситуации, во многом зависит дальнейшая судьба этого человека. Окружающие очень важны в этот момент. Важны именно и как средства, как те, кто вытащит, как вытащить к специалисту. К сожалению, не всегда. Альтернатива фанатизму есть? Да. Проживание кризиса. Правильно. Все, что не убивает, делает сильнее. А если убивает? А вот если начинает убивать, то надо искать причину, почему в данный момент человек не может стать сильнее. Ну, вы, конечно, там сказали такую ключевую фразу. Страна у нас свободная. И я для себя понимаю, что, в принципе, у нас в стране любой фанатизм позволителен, если он не несет какую-то угрозу государству. Не только государству. А вообще, если это поведение не нарушает права других людей и не нарушает закон. Да. Либо не нарушает права других, более могущественных фанатов. Вот. Наверное, можно вот так сказать. Ну, я думаю, на этом нашу программу можно завершать. Мы, наверное, обсудили, к сожалению, не все вопросы. Чем взрослее и адаптивнее человек, тем легче он проходит все кризисы. Вот что я хочу сказать. Давайте взрослеть. Да, спасибо за такую обнадеживающую нотку. Вот. На этом мы все-таки нашу программу завершим. Я хочу пожелать нашим телезрителям всего доброго, чтобы они хорошо проходили свои кризисы. Вот. Чтобы не стеснялись обращаться к психологам. Читать умные книги. Да, искали себя. Ну, а если читать не хотите, ну, за 300 рублей, там, за 400, за 500 в час вам психолог все растолкует. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разговор по чесноку на радио ЮФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова